Медики из Башкортостана продолжают оказывать помощь краснолучанам. С 30 июня в городе работает 14-я смена башкирских специалистов. Исполняющий обязанности главы администрации Красного Луча Сергей Соловьев посетил их на местах работы. Пообщался как с медиками, так и руководством поликлиники номер один, чтобы узнать об их взаимодействии, оказании помощи жителям и возникающих проблемах. В первую очередь я хочу выразить огромную благодарность Республике Башкортостан за предоставленных нам специалистов, которые помогают нам в связи с недоукомплектованностью оказывать медицинскую помощь нашим населению. С мая 2022 года эта работа у нас налажена. Ежемесячный приезд согласовывается, то есть какие нам специалисты крайне необходимы. Кроме того, что к нам приезжают специалисты, обеспечивают осмотр УЗИ, которого у нас в поликлинике нет. Проводится лабораторное обследование, то есть те методы, которые мы не можем, допустим, холестерин, провести обследование населению нашего города. Приезжают те специалисты, которые крайне нам необходимы, особенно эндокринолог, окулист, травматолог, которого тоже нет в штате поликлиники. В настоящее время в Красном Луче, как и в других городах ЛНР, активно осуществляется программа всеобщей диспансеризации взрослого населения. По словам заведующей поликлиники, без помощи и поддержки башкирских специалистов реализация этой программы была бы невозможна. Проводим практически все обследования, которые предусмотрены данной программой. Присутствие и участие данных специалистов в этой программе крайне нам необходимо. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать и все у нас будет получаться так, как нужно. И я хочу поблагодарить все-таки нам оказали помощь в выделении аппарата для внутриглазного давления, который как раз таки предусмотрен для населения с учетом этой программы диспансеризации. Кроме того, что ведется прием в поликлинике, мы же осуществляем выезда специалистов с башкирии на отдаленные участки. В Штергейсе, это город Меусинск, более 160 человек. Это очень важно, потому что там специалистов практически нет. Выездной был на Вахрушево, Петровское, поселок Софиевский. Короче, практически все отдаленные участки охвачены осмотров специалистов. Огромное спасибо. И я хочу как раз, пользуясь моментом, еще обратиться и к населению. Пока есть такая возможность, пожалуйста, все должны пройти этот процесс диспансеризации с целью выявления на ранних стадиях заболеваний хронических, онкозаболеваний. И с учетом того, что мы скоро будем получать услуги медицинские бесплатно за счет ОМС, это Общее государство медицинское страхование, без прохождения всеобщей диспансеризации этот процесс просто невозможен будет. Сейчас в нашем городе работают 22 специалиста из Башкирии. Из них 5 медсестер, остальные узкие специалисты. Ежедневно каждый из них принимает от 20 до 40 пациентов. Оказывается, помощь кардиологам, лор-врачам, окулистам, травматологам, ортопедам, возрослые поликлиники. Далее у нас в штате работают по детской службе тоже детский травматолог-ортопед, детский лор-врач, окулист, возрослые и детские работают узисты, специалисты. Вот тоже ведут обследование. Далее мы все это согласовываем. Если какие-то не можем, мы сами решить эти поличебные мероприятия, все это мы тоже подключаем. Людмила Ивановна, с ней мы постоянно это все обсуждаем. Направляем в стационар Луганскую больницу, если можем, здесь Княгининскую больницу, Известия больницу. Как я сам работаю детским травматологом-ортопедом. Насчет себя хочу сказать, вот тоже маленькие детишки поступают. Добавочный палец, шестой палец, в рожденный парок развития поступил. Тоже буквально в понедельник это все прооперировали прямо здесь в поликлинике на месте под местным обезболиванием. Но это все обязательно согласуется с родителями. Добровольное медицинское согласие берем. Родители согласились, все это устранили. Ребенок, мама с отцом довольные. Дальше ходят на перевязку. В принципе, местное население все нас встречает открытой душой. Не только местное население, и местные врачи. Оборудованием приехало. УЗИстые у нас получается, то есть из Луганской больницы имени Куватова предоставлены оборудование, УЗИ-аппараты, ИКГ-аппараты предоставлены, анализаторы, крови, мочи. Все это приехало. Мы приехали сотрудникам, которые выделили уже Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. По словам руководителя смены, каждый приезд башкирских специалистов согласовывается, а по итогам работы проводится оптимизация, чтобы помощь населению была более качественной и своевременной. Так, в этой смене работают три УЗИ-специалиста. Кроме взрослой и детской поликлиник, УЗИ-обследование башкирские медики проводят и в больнице Книгининская. Мы пригласили доктора колоскописта, хирурга. Он у нас доктор высокого профиля, ФГС, ФГСник, эндоскопист, колопроктолог. Тоже осмотры все это делают. Местными врачами они все осматривают, делятся с опытами. Наш доктор каждый день рассказывает интересные случаи, которые здесь у них происходят. То, что у нас в УФЕ таких образований, он особо не встречался. Так, единичные случаи, может, в год один раз. А тут постоянно, как вот в день два-три человека, например, осматривают из них хотя бы одного определенного заболевания. Находится работа и вторую смену у нас доктор-стоматолог. В том году у нас приезжала машина, на базе грузовой машины, на базе стоматологического оборудования. Тогда приезжали у нас два стоматолога, хирург, терапевт-стоматолог. Как оптимизация прошла, вот доктора пригласили, для доктора отдельный кабинет организовали, спасибо, вот стоматологическому отделению. Вот посмотрели сегодня статистику, за полтора месяца он осмотрел 350 больных. Эту работу мы ведем с 22-го года, с мая 22-го года, и намерены продолжить эту работу, пока будет необходимость в наших врачах. На сегодняшний день не все, конечно, специалисты могут, может, республика предоставить для красного луча, так как идет мобилизация в республике, также есть необходимость в этих специалистах. Но по возможности будем отправлять. Также хотелось бы добавить по восстановлению медучреждений Красного Луча. На следующий год запланирован ремонт двух медучреждений, это известие больницы и первой были клиника. На 25-й год запланируем ремонт трех медучреждений. Новости телеканала Луч.